Благодаря активистам Общероссийского народного фронта удалось скорректировать расходы государства и различные программы на 227 миллиардов рублей, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме действий ОНФ в Москве. Есть в этом и заслуга сибирских общественников. На собрании, посвященном подведению итогов года, присутствовали десятки представителей регионов. Президент призвал активистов продолжать контролировать сделки по приватизации государственного имущества. Любопытно, что в этой связи Владимир Путин коснулся темы реализации активов нефтяной компании «Юкос». По его словам, вырученные деньги, а это около 200 миллиардов рублей, пошли на создание фонда переселения людей из ветхого жилья и строительства мостов и дорог. Владимир Путин одобрил предложенную фронтовиками идею о предоставлении возможности частным организациям, которые занимаются дошкольным образованием, использовать государственную инфраструктуру. Кроме того, глава государства высказался за дальнейшее продление контрсанкций для защиты внутреннего рынка, производства качественных товаров и создания конкуренции между производителями. А в связи с объявлением 2017 года о годом экологии, президент призвал УНФ сосредоточиться и на этом направлении. Он заявил о необходимости внести в государственный кадастр леса, расположенные в пригородах, и присвоить им статус парков. Сейчас, по словам главы государства, зачастую только общественники защищают эти зеленые массивы от вырубок. Продолжение тоже поддержу.